Всем привет, меня зовут Яша Назаркин, и я сначала думал написать кучу каламбуров на название шоу Great Balls of Fire, но потом задумался о странной любви Винца Макмена к сомнительным каламбурам на тему мужских яичек, я конечно извиняюсь, и вообще к пристальному вниманию к мужским гениталиям. За недавнее время не один и даже не два фьюда построены вокруг воздействия между ног оппонента. Нет, я тоже люблю посмеяться над сомнительными каламбурами. Маджоби Роули, Кедану Дзиглера, Кевин Нэшхолл, но внимание к шарам. Можно вспомнить хотя бы самого Винца с его грейпфрутами, или выражение Мика Фолли «Testicular Fortitude». Прошу прощения за мой митинский акцент. Я хочу сказать, что давно наступил тот момент, когда шутки про яйки в WWE перестали быть смешными и стали напрягать. Что касается самого шоу, то оно вышло достаточно ровно. Мне очень понравился командный Iron Man матч. 30 минут чистого командного рестлинга с неожиданными фоллами. Очень приятно, что в стране энтертеймента от WWE еще остается порой время для рестлинга без реклам, без накладок, без провисаний и аж на 30 минут. Итак, рассмотрим ситуацию. Дерутся два человека. Один из них побеждает противника чисто, подловив того на ошибки. Его оппонент, раздосадованный поражением, делает попытку убить победителя при помощи автомобиля. После этого скрывается с места преступления. Победитель, видимо, получает серьезные повреждения, но отказывается от медицинской помощи и уходит на своих двоих, хоть и с трудом. А теперь угадайте, кто из них Фейс, а кто Хилл. Я не понимаю этих людей. И тех людей, кто поддерживал Романа Рейнса на Ро, я тоже не понимаю. И руководство, которое дает проигравшему Роману Рейнса возможность подраться за титул чемпиона вселенной, после того, что он сделал. Так же, как и вопросами про левают судив на синем бренде. Если рассмотреть ситуацию, то можно сделать вывод, что все участницы женского роста на смэкдауне лучшие. Потому что все они так или иначе принимают участие в титульной гонке. На смэкдауне просто нет джобберов среди женского дивизиона, по крайней мере номинальных. Они все лучшие и все достойны участвовать в Money in the Bank матче. Они все лучшие и достойны участвовать в матче на выбывание на батлграунде за претендентство. И, конечно, венец всей женской революции в WWE, а не только на смэкдауне, это Алиша Фокс на Toa 5 Live. Могу сказать, что ее участие в этом шоу наконец сломало меня. И теперь у меня есть исключение. Теперь есть что промотать при просмотре. Сколько раз нам говорили, что сюжет между Алишей Фокс и Номом Даром и Седриком Александром закончен. А теперь Алиша Фокс выдали место в мейн-ивенте Toa 5 Live. Ни Свону и TJP, ни Кендрику и Галлахеру, ни Тазау и Невилу, а Дару и Седрику и, конечно же, Алишу Фокс. Матч Ай Квит. Не хочу говорить за всех, но мне кажется, что зрители Toa 5 Live давно сказали Ай Квит любым сюжетом с Алишей Фокс. А на сегодня это все. С вами был Яша Назаркин. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачной недели. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok